Друзья, приветствую всех! Сегодня с нами Евгений Комаровский. Будем говорить о смысле того, что мы здесь появились на этой земле и какое наше предназначение. Вот такая странная у меня сегодня заявка, но, по-моему, вы поймете, когда будет ближе к разговору. Здравствуйте, Евгений Олегович. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте. Кому интересны столь философские темы? А вот интересно. Вы знаете, я тут записала недавно одно интервью и с героем говорил о жизни и просто отзывы. Людям хочется говорить, знаете, о большом. Людям хочется иметь надежду. Вот, Евгений Олегович, смотрите, буквально там два дня назад наш президент сказал, что российские спецслужбы готовят Майдан-3, готовят переворот в стране и так далее. Но мне почему-то кажется, что люди настолько сосредоточены на войне, на своих личных проблемах и на своем горе, что, ну, сейчас даже просто теоретически это невозможно. Как вы считаете? Да, если политиков, если мы слово политик, не будем ставить знак равно со словом люди. То есть политики готовы, вне всякого сомнения, на все. И на Майданы, но вывести толпы людей, и им не получится. Я вот тут с тобой полностью согласен. То есть как акция политических разборок можно все, что угодно, а вот как массовые народные протесты, это крайне маловероятно. Вот знаете, когда я читаю в последнее время массу каких-то научных статей, ну, по всему выходит, что человек, существо такое, плод цивилизации, короче говоря. Мы придумали друг друга, мы изобрели цивилизацию, мы изобрели возможность, так сказать, выживать для всех, долго жить, мы придумали какие-то ценности для себя. Мы не раз могли вообще исчезнуть с лица земли, да, как сто тысяч лет назад, но зачем-то мы остались. Ну, получается, что не в коня корм. Раз идут такие кровопролитные войны, разве можно делать то, что в Буче делается, то, что сейчас в Израиле происходит, тогда вообще непонятно, зачем мы остались. Ну, ты же смотри, ты сейчас с одной темы на другую перескочила. Ты перескочила с темы эволюции, которая намного актуальнее. Вот смотри, мы отключили, глобальные эволюционные механизмы. Ну вот, кто должен был выживать, да, тот, кто быстрее бегает, кто самый сильный, да. Мы отключили полностью эволюцию. У нас теперь это признак цивилизации. Мы разрешили размножаться всем, даже тем, кто с точки зрения эволюционной не может биологически существовать. Но мы выстроили систему, при которой во главе стаи, рядом с источниками еды, да, с запасами пищи, с возможностью перезимовать, с возможностью прокормить кучу самок, да, вот эволюционно как должен, да, вот кто может расти? Теперь оказывается не самый сильный, не самый умный, понимаете? Нет. Теперь может тот, кто, кто, а дальше эволюционный процесс внутри каждого государства работает по-своему. То есть оказывается в нашей стране может приходить к управлению другими людьми, а значит, что очень важно, это же признак страны, где коррупция победила все, это значит человек, который управляет другими людьми, он и управляет ресурсами, которые он собирает с этих людей, да, вот чтобы стать человеком, который распоряжается, то есть имеет неограниченную власть плюс неограниченные ресурсы для того, чтобы таким человеком стать. Что надо, чего надо? Уметь договариваться. Раз. Уметь врать. Врать открыто. Менять по пять-шесть партий за жизнь, понимаешь? То есть приставать к тому, кто наиболее выгоден в данной ситуации. Без зазрения совести клеветать, врать, воровать. Короче говоря, вот это тут образ человека. И люди хотят, дети на это все смотрят. Это то, когда я тебе честно скажу, когда я смотрю молодого мальчишку, у которого, ну, по речи, крайне ограниченный уровень интеллекта, который строит свои выступления там на унижение и оскорблении других людей и так далее. Я вижу, как у этого пацана, ну, который жизни не видел ни херя, по полмиллиона, по 700 тысяч просмотров, понимаешь? Я чувствую, что я в этом эволюционном процессе давным-давно не участвую. Вот вообще, более того, я уже тебе в прошлый раз жалуюсь. Более того, когда я пытаюсь научить людей, как эволюционировать, как продолжить свой род, то такие просмотры набирают там 10 лет. Вот ты, кстати, не обратила внимания, какую ты, как ты, моя девочка, лоханулась в нашем прошлом интервью? Ты же слово «дети» использовала в названии и получила просмотров в два раза меньше, чем все наши предыдущие ингредиенты. Вот так работает эволюционный механизм в Украине. Это я тебе как педиатр рассказываю, понимаешь? Хочешь, чтобы, упаси Боже, тебе в анонсе интервью с Комаровским, говорит «детский врач» или «поговорим о детях» или «дети – наше будущее». Ноль у тебя, у тебя просмотров не будет. Я это знаю точно уже, понимаешь? Поэтому вот такие у нас с тобой печальные эволюционные периоды. Зачем мы с тобой остались? Зачем мы с тобой остались? Я, потому что у меня зависимость. Ну, у меня от этой земли, от этой страны, от моих друзей зависимость. Я уезжаю в свою любимую там Норвегию или в Доломитовые Альпы, от которых я просто схожу с ума. И я там могу бродить и смотреть по сторонам, задыхаясь от восторга и красоты. Но через две недели я вою воем по нашим березкам, по хвойному лесу, по Днепру, по друзьям. Вот по этому всему. Потому что так, как можно посидеть с водкой и квашеной капустой здесь, ты не посидишь нигде. И вот за этим мы тут и остались. И более того, и еще что очень важно. Ты знаешь, что ты за свою жизнь окружил себя людьми, которым абсолютно плевать. С кем ты знаком, сколько ты зарабатываешь, что ты себе можешь позволить. Которым ты дорог и близок, поскольку вы друзья, вы вместе прошли через все и так далее. Поэтому, слава богу, у меня ни одного друга политика нет. Я даже говорю не столько там вот лично о вас или там еще лично о ком-то, о себе еще о ком-то. Я говорю вообще обо всех людях, потому что, смотрите, по оценкам ВОЗ, рождаемость там по всем мире падает неуклонно. И через лет 20 мы выходим на плату, а потом начнется пике вообще вниз. Мне вообще интересно, а как будут вообще кормить такое огромное количество людей немолодых, совсем маленькое количество молодых людей? Не, ну я на самом деле, меня эта тема как разнивал, вот если честно. Я тебе объясню, почему. На самом деле, современные технологии сельского хозяйства, и сейчас, как уже научились белок синтезировать и так далее, и так далее, я думаю, что высокотехнологичное производство к тому времени сможет прохормить, по большому счету, человечество. Я в этом особой проблемы вот как раз не вижу. Скорее, проблема в том, что это вот производство будет требовать энергии, вот эту энергию мы возьмем, не угробим ли мы планету окончательно с изменениями климата и со всеми делами, с галлюстримом, с тающей Гренландией, с Антарктидой. К этому тоже все идет. Да, 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 ну вот, но опять-таки, Наташа, я тебе честно, я могу сохранить свою психику, психику, только пытаясь хотя бы иногда не думать о всем, что происходит вокруг. Когда я слушаю выступления первых лиц страны, мне хочется после каждого абзаца задать два вопроса. И каждый раз разный. То есть я, 90% того, что люди говорят, я либо с этим не согласен, либо я этого не понимаю. Я хочу, чтобы мне объяснили. Я не считаю, что я умственно отсталый. Но я, человек, который имеет высшее образование, кандидат наук, всю жизнь читающий, интересующий, я не понимаю 90% месседжей, аргументов, обещаний, целей, задач, способов их реализации. Я не понимаю. И я согласен, я могу констатировать тот факт, что если кто-то понимает, то он либо врет, либо он полный идиот. Он просто, у него мыслей не возникает, сомнений какие-то. Понимаешь? Так вот, я не понимаю, что делают люди в Украине, у которых цели намного менее глобальны, чем глобальное потепление, таяние льдов, озоновый слой и все остальное. Поэтому в те гебри на это хоть какой-то намек есть, хоть какая-то мечта есть, что может быть, когда люди, что если человек обращается к стране и его не понимают, то я же человек, который умеет объяснять. Я могу хотя бы намекнуть, может быть, кому-нибудь следующему, как разговаривать с людьми, чтобы общая цель, общая цель объединила всех. Чтобы мы превратились таки в страну, где государство со своим сервисными функциями, человек, выполняющий сервисные функции, объяснит государству, людям, что мы сейчас делаем, какая у нас цель промежуточная, в течение какого времени мы ее достигнем и так далее. Вот эти все задачи. Поэтому, ну что тебе сказать? У меня нет ответов на твой вопрос, я их гоню от себя. Тут-то я хоть что-то могу сделать, хоть кому-то помочь, хоть дать совет, как от этого всего избавиться, от этих всех, ну ладно. От этих всех чего? От этих всех завиральных идей, скажем так. Для меня, понимаете, очень важно всегда, для врача очень важно, это очень важно в моем деле, не обещать невыполнимого, ставить реальные цели. Мы хотим ногу сберечь или мы хотим жить? Давайте решать. Это важно. Ну вот смотрите, боль физическая существует для того, чтобы человек знал, что с его организмом что-то происходит не то. А вот боль социальная, она о чем сигнализирует? О том же? Ну, наверное, скорее всего, о том, что ты чужеродное тело в этом социуме. Ну, тут тогда вопрос, что-то не так с тобой или что-то не так с социумом? И ты начинаешь задать себе вопрос. Ты не врешь, ты не воруешь, ты всю жизнь пашешь, а тебе в социуме место как-то не находится. Ну и тогда перед тобой, как говорят, с тобой что-то не так? Ну, наверное. Наверное, в этом социуме надо жить иначе. Так вот это же есть наша главная задача. Это же главная задача изменить правила существования социума, чтобы люди, которые не врут, не воруют и пашут, могли эволюционировать, могли иметь лучшие позиции в этом обществе, чем люди, у которых нет принципов, а есть только ложь, воровство, хамство, наглость, злорадство, зависть, клевета. Вот это все должно в обществе быть отсеяно. Как? Как? Если процесс распределения благ на этом всем построен? Причем благо эти все полностью, все затрагивают, все. От пенсии до наград и званий. Витя, понятно, что прежней жизни уже никогда не будет, и нам нужно строить новую жизнь. Это же ясно. И вот я когда думаю о том, что будет после войны, я понимаю, что придет, вот это я немножко хочу продолжить разговор о боли, очень много тяжело раненых ребят, которым нужна реабилитация и так далее. Вот я знаю, что в частных клиниках уже сейчас расширяется спектр употребления наркотических препаратов. Ну, потому что людям очень тяжело им, ну да. И вот их либерализация, это всеобщий мировой процесс, насколько я знаю. И он у нас будет таким же, или у нас будет какой-то отдельный опыт? Ну, как это было после афганской, после вьетнамской войны и так далее. Как вот с этим разбираться? Ну, они констатируются, в принципе, есть такая статистика, что там, где легализована марихуана, там потребление препаратов на основе опиума падает значительно. Но количество передозировок тем же фентанилом, который сейчас убивает молодежь в Америке, меньше не становится. Меньше не становится. Знаешь, это как извечная дискуссия. Вейпа или там электронных сигарет и стандартных. Чем хороши там электронные сигареты? Тем, что ты однозначно получаешь меньше смол. Там, да, и есть, можно много об этом говорить, о том, какие у этого есть преимущества по сравнению с традиционной сигаретой. Но по логике врач должен рекомендовать человеку, который курит обычные сигареты, перейти на менее вредные альтернативы. Да, они тоже вредные, но они менее вредные. И это вроде как нормально. Но что мы видим? Что огромное количество молодежи начинает с электронных и уходит на обычные. То есть процесс движется не в ту сторону, куда мы хотим. То есть менее вредная альтернатива с меньшим количеством смол и никотина используется не для того, чтобы бросить курить, а для того, чтобы огромное количество людей приходит к этому. Понимаешь, как это все? То есть получается, что пропаганда в разных слоях общества должна быть по-разному. То есть с одной стороны, если человек сидит на наркотиках, на опиуме, и мы пытаемся перевести его на марихуану, это хорошо. Но если мы легализуем марихуану, у нас нет никакой гарантии того, что человек, который начнет с марихуаны, не уйдет потом в морфию, в прикуску с алкоголем. Понимаешь? Поэтому тема, конечно, очень сложная, очень особенно в ситуации, когда контроль за распространением наркотиков подвержен огромному коррупционному влиянию. И мы это знаем, прекрасно знаем. Почему же у меня большие все время вопросы по этому? Даже есть куча процессов, которые надо запустить, надо только поэтапно. То есть нельзя разрешать игрный бизнес, не победив коррупцию. Нельзя легализовать наркотики, не победив коррупцию. Нельзя проводить Олимпиаду, не победив коррупцию. Нельзя было проводить Евро, понимаете, 2012, не победив коррупцию. Потому что понятно, что когда мы за общие государственные деньги строим что-то, то украдут хренову. То есть сначала вот так надо было. Это мое мнение. Я помню, как я жутко возмущался, когда тут Кличко выступал и рассказывал, что их мечта во Львове зимняя Олимпиада. Понимаешь? Нам осталось только Олимпиаду было для полного счастья провести. Понимаешь? Чтобы уже докрасть все. Тут же надо вычеркнуть, что это ваша тема, в том смысле, что от наркотиков гибнут в основном молодые. И вот это был один вопрос номер один. Мы же все говорили, а что будет говорить Байден, когда встретиться с Сейтом? Война в Украине, война в Израиле, еще что-то. Нет, вопрос номер один был, это как раз вот этот синтетический котик. Фентанил. Фентанил, от которого в прошлом году, говорят, 100 тысяч погибло. 100 тысяч. Это сумасшедшие. И вот эта история с семьей Саклер, вы, наверное, знаете, да, знаменитая американская семья, которая основала фармацевтическую компанию. И она там благотворительностью занималась, много добрых дел делала. Но она столкнулась с судебными рисками по поводу чрезмерного назначения фармацевтических препаратов от воли. Поэтому есть, так сказать, эта проблема есть во всем мире. И для нас это будет, мне кажется, тоже огромная проблема, как вы считаете. Главная проблема все-таки для нас, это же проблема вторичная. Почему люди уходят в это? Ну почему? Потому что дети не получают адекватных ответов на главные жизненные вопросы. Зачем мы живем? Какая цель в жизни? Чего ты хочешь добиться? У тебя есть доступ к этому? Вот способ, ну, нам нужен, надо получать дофамин каким-то образом. Дофамин – это вкусная еда, это секс, это наркотики. Вот у нас способы. Другие способы получения дофамина в недоразвитом обществе. Самый мощный способ получения дофамина – получить власть над другими людьми. Это вообще чистый кайф. Понимаешь? Все это для многих людей – это главное. Это чистый героинчик такой. Да, да, да. И мы это видим. Я вижу, как любой человек, люди, которых я очень хорошо знал, о которых я представить не мог, что это, в принципе, возможно, получить власть полностью, это вообще другие люди, вот вообще другие. Ну вот вообще ничего. Ты даже мыслишь, что у человека такое возможно. И это происходит даже, когда власти вот столько. И тут четкая пропорция. Чем больше власти, тем быстрее деградация моральная. Это полная зависимость. Мы же, война же из-за этого началась. Есть человек, ведь цель-то войны одна, что только одна. Человеку надо любое следствие сохранить свою власть. Вот с войной интересно. Знаете, я же как раз хотела с вами, как с врачом и как с ученым, говорить о том, что сейчас происходит. Вот ведь науковцы, ученые считают, что на генетическом уровне человеку свойственно неприятие насилия. Нет, я не согласен с этим категорически. Ну вот есть такая статистика, Жень, есть такая статистика, что новобранцы в первых боях только 10% из них способны выстрелить. Только 10%. А всем остальным нужна практика и прочее, прочее. В животном мире же вообще нет немотивированного нападения друг на друга. Это только если животное голодное, у кого-то оно видит еду, да. А так вот просто ни с того ни с сего нападать. Группы животных не нападают на группы животных. Поэтому, конечно же, с одной стороны вроде бы не свойственно, с другой свойственно, потом из третий поражает вот эта вот, знаете, скорость расчеловечивания. Как вот, знаете, агрессия, которая растет повсюду. И причины, по которым люди начинают ненавидеть друг друга. Я не говорю сейчас о враге. Врага нужны. Ну так, правда. Ты меня подрясаешь. Вот ты пытаешься, у нас с тобой там встреча на 30-40 минут. Ты пытаешься поднять темы, которые мы можем обсуждать в ближайшие пару недель. На самом деле, даже твои науковцы, которые говорят, что человеку не свойственно насилие, это развитому человеку. На уровне генетическом, извини, ему свойственно насилие. Почему? Потому что человек, не имеющий от природы органа убийства, ну, клыков и так далее, яда и так далее, он вынужден существовать в условиях ограниченных ресурсов. Это эволюция. И каждый рядом человек, рядом человек находящийся, это человек, который мешает ему добыть пропитание. Реально. Он конкурирует с ним. И человек должен избавиться от того, кто рядом. Если этот, кто рядом, не нужен для совместной добычи пищи. Ну, если надо, один наклоняет дерево, второй срывает плоды. Они понимают, что так удобнее. Понимаешь? Поэтому человек вступить в конфронтацию с тем, у кого, если у тебя с этим человеком нет общих целей, общих целей, то ты легко вступаешь с ним в конфронтацию. Сначала интеллектуальную, потом на уровне насилия. Поэтому война. Когда там враг, с которым нечего делить, наоборот, он пытается твой кусок еды съесть, то это все понятно. Более того, именно по этому пути и идут же наши политики, которые волки по натуре своей, которые видят только одну цель. Надо найти все, чтобы поделить людей, и тогда они проявят свою природную агрессию. Потому что агрессия проявляется после человека, принадлежащего другому клану. А наша задача, вот поэтому для нас, для украинцев, было главное объединение страны, чтобы мы были один клан и поддерживали друг друга. Вот такую страну я хотел, мечтал построить. Понимаешь? А политики хотели другую страну, в которой люди будут делиться на запад-восток, русско-украинско, церковь одна, церковь вторая. И эта же тема не исчезла даже во время войны. Более того, стало еще активнее во время войны. Именно тогда, когда нам больше всего на свете надо было объединить наше, наше эволюционное, наше интеллектуальное. А нас политики, политики и шавки, которыми они управляют, стравливают все время, понимаешь, и в этот омут эволюционной бездны, через который мы, казалось бы, выкарабкались, они ее засовывают. И вот эти все мовные срачи и разборки на уровне церквей, это все вот то, что мы, это и есть, вот эта попытка именно превратить нас в людей, которые будут пожирать друг друга, пока кто-то будет делиться ресурсами. Эта тема бесконечная на самом деле. Обидно только то, что люди, которые тысячами просмотров радуют наших типа сильно умных блогеров, которые рассказывают про дебильную Рашку и всех остальных и орков и так далее. Вот это все, это одна часть, понимаешь, и люди не хотят над этим задуматься, кому это надо. Вот это все. Ну, как-то грустно, ну, на самом деле. Я вижу, как дергают за веревочки, и когда ты свидетель этого всего, тебе тем страшнее жить, понимаешь, когда ты пытаешься всю жизнь объединить людей, выстроить понятные цели, которые для каждого человека построены на том, что из себя представляет человеческое счастье, простое человеческое счастье. Семья, безопасность, да, дети, вот это все. Когда ты на этих целях собственных детей выращиваешь, понимаешь, то шансов, что они пойдут искать дофамин не в любви и путешествиях, не в музыке, не в искусстве, понимаешь, а в наркоте меньше. Ну, то есть у тебя есть хоть шансы сохранить их от этого цвета. А если, а если дети, а тут же особенность еще, это уже особенность социальных сетей, которые провели очень жесткую грань, когда родители с детьми не общаются, более того, родители даже не хотят слышать об этом, даже слышать. То есть я, как врач, который учит, что делать с детьми, вижу, что родителям это не интересно. Мне интересно, я сейчас 80%, 80% того, что я готовлю, это материалы о здоровье взрослых. Я, с одной стороны, понимаю, что выживать взрослым сейчас надо, в первую очередь, да, но, тем не менее, это печаль, печаль, я не знаю, что с этим пока делать. Я как бы выбрал себе нишу, я работаю, я прекрасно понимаю, что мы живем, в ситуации, когда профилактическая медицина там полностью умерла, ее нет как таковой, да, и нам надо всем следить за собственным здоровьем, ну и так далее. Ну а у нас, а вы же, заметь, мы же не попадаем ни в одну нормальную статистику. Я тебе сейчас объясню. Это люди даже об этом не задумываются. Ну, например, там берут американцы там свою статистику и говорят, что среди взрослых людей, среди взрослых людей у каждого десятого сахарный диабет второго типа. Среди взрослых. А преддиабет, преддиабет, то есть нарушение обмена глюкозы, у каждого третья. Из взрослых. А в Украине статистика другая. А знаешь почему? У нас намного лучше всех. Не потому даже, чтобы не обследовать. Потому что, когда они говорят взрослые, то у них в категорию взрослые входят процентов сорок людей шестьдесят тире восемьдесят пять. А у нас в этой категории шестьдесят восемьдесят пять, особенно мужиков, нет как таково. Их нет. Понимаешь? И поэтому у нас, когда мы говорим взрослые, то у нас в принципе общее количество взрослых, они все у нас стремительно моложе. И поэтому у нас все страшно здоровенькие. Но никто не хочет даже понять это. Что когда война, когда стрессы, когда вы не знаете, что делать, то хотя бы проконтролировать собственную глюкозу и собственное артериальное давление. Я вас готов научить. Приходите, слушайте. Нет, нет. Нас даже это одет. Они все равно упорно будут слушать блогеров, которые будут обещать, что завтра мы всех разгромим и всех победим. Ну, это все очень действительно печально, то, что вы говорите. Но все-таки вопрос, знаете, о чем? Вы говорите о том, что там сегодня пять раз руководители, руководители. И часто говорят о медосмотрах по отношению к политикам. Мне вообще в принципе все равно, болеет ли там каким-то заболеванием депутат. Но вот психическое здоровье людей, которые приходят руководить, это важно. Ведь понятно, что у Путина все говорят о специалистах, что он ярко выраженный психопат. Когда ярко выраженный психопат становится президентом страны, шансов, что он начнет с кем-нибудь войну, очень много. И таких примеров можно много привести. Как вы считаете, нужен ли тем людям, которые приходят в высшие эшелоны власти, ну, скажем, заключение профильных врачей, скажем так? Устойчивость. казалось бы, независимая психиатрическая экспертиза не внутри страны, а за пределами. Теоретически нужна. Но парадокс заключается в том, что когда человек идет во власть, что будет с его психикой через полгода, никто не знает. точнее, мы, как правило, догадываемся, что будет. Вот же в чем вся проблема. У нас вот это раболепие. Заглядывать в рот, понимаешь, приписывать начальнику невиданные свойства, развешивать портреты президентов, понимаешь, это же у нас уже чуть ли не в крови, понимаешь, вот это все. Мы сами, сами портим людей, которым делегируем власть. Мы рассматриваем людей, которых мы занимаем, нанимаем выполнять сервисные функции, как царей. Кто в этом виноват, что у них едет крыша? Мы же сами, общество в этом виновата. Поэтому я не возражаюсь, чтобы их осмотрели. Я, например, на примере нашего президента могу сказать, что я, будь моя воля, я бы категорически запретил людям старше 60 лет становиться президентом. Потому что в ситуации, когда в стране возникает кризисная ситуация, война, какие-то проблемы. Президент должен иметь возможность с утра до ночи носиться по стране, спать по 4 часа в день, каждый день обращаться к народу, объезжать кучу стран. Потому что я не представляю, как я бы смог выполнить этот объем работы, например. Еще раз говорю, это другое. Качество работы, цели и так далее, это все другое. Но я говорю о другом, потому что человек, ну я вот не понимаю, когда я смотрю на Байдена, мне плакать, если честно, хочется. Шлакать хочется. И когда американский народ будет выбирать между дедушкой 80 лет и дедушкой 77 лет, я вообще в принципе не понимаю, зачем, как это может быть. Это не эйджизм, нет, это реальная касситация фактов. Но не может человек за 70 иметь те же когнитивные функции, запоминать тот же объем информации, уметь так реагировать, уметь спать мало часов, как человек в 45-50. Но это несопоставимые вещи. Несопоставимые вещи, вне всякого сомнения. Но в любом случае, то, что общество, мы нанимаем на работу человек. Мы вот никак, почему люди никак не могут признать это? Это не царь, это мы ему доверили выполнять, а у нас любой человек, которому мы доверили, тут же превращается фактически в распорядитель, вершителя наших судов. Я не понимаю. И мы, и нас это устраивает, это у нас это, вы считаете реально, считаете, что это называется демократией? Вы считаете действительно, что это демократия? Какая в зубе демократия, братцы? У нас любой выбор, человек на следующий день после выборов становится царем или глобальным царем или местным царем. Но это факт, и мы считаем, и мы все с этим согласны, потому что 90% людей тоже так хочет, тоже так хочет, тоже хочет иметь власть и ресурсы. Я, наверное, не хочу, я не хочу, мне это неприятно, я не знаю, может быть, у меня болезнь какая-то, мне власть над людьми неприятна. Я хочу, чтобы люди, которые говорят, что им со мной хорошо, говорили это, потому что им правда хорошо, а не потому что они от меня зависят, или денег им от меня надо, или должность им от меня надо, понимаешь, вот это же круто, когда люди рядом с тобой не лебезят, не кокетничают, не льстят, а они находятся, ну, потому что вам правда вместе хорошо. это тема... это правда, это правда, но я вернусь к войне, у нас огромное, почти все, да, огромное количество людей все время существует в условиях, так сказать, они сдвинуты в сторону стресса, все, вот вы, я, люди на фронте, там, молодые люди совсем, которые каждый день ездят на работу, и одним плохо, а другим намного хуже, то, что называется, хорошо, наверное, никому, ну, вот, нельзя сказать, что хорошо, но я сейчас буду говорить о ребятах, которые вернутся с фронта, вот, у них, да, у них есть семьи, им нужно будет воспитывать детей, у них состояние будет очень серьезное, много ли у нас возможностей работать с людьми, которые годами привыкли, ведь вы помните, после 14-го года многие вернулись назад на, фактически, в зону боевых действий, потому что не смогли адаптироваться в, как они говорят, в мирняке, вот, а таких людей будет гораздо больше, потому что 14-й год это 14-е, а 22-го это 22-го, вовлеченность огромного, на порядок выше, да, раз, на два порядка выше таких людей, это самое главное, что если мы когда-нибудь доживем до выборов, когда-нибудь доживем до выборов, то это то, к чему я буду всех призывать, перестаньте выбирать людей, выбирайте идеи, выбирайте планы, выбирайте программы, вот за счет чего должен быть выбор, то, чего никогда не считал никто, никогда, никогда, нас же всегда ориентировались, этот хороший, этот молодой, этот новый, да, вот это страшная ошибка, и моя, и твоя, нас всех, понимаешь, потому что тот, кто приходит, условно говоря, как придачный, тот, кто был, достал уже так, что готовы были кого угодно, лишь бы он выиграл, она, это ошибка, надо и от того, кто был, и от того, кто будет требовать, что ты будешь делать конкретно, вот, и поэтому человек, который будет идти во власть, следующий, он обязан показать четкую программу реабилитации, трудоустройства, обеспечения, когда я сейчас говорю с ребятами, которые не пришли, Наташа, сейчас мало кто приходит, сейчас вообще никто не приходит, сейчас если приходят, то скорее приползают, потому что уйти из фронта можно только по ранению, фактически, да, и вот те, с кем я говорю, которые, которые оказавшись здесь, попадают в ад, между военной медициной и медициной семейным врачом, которые, когда люди гоняют туда-сюда, когда люди не могут решить, когда за каждой бумажкой, за столько бюрократии, столько хамства, столько неуважения, они, они оказываются, в той же истории, типа я вас на войну не посылал, понимаешь, и он мне говорит, ну и не один такой говорит, я ушел забровольцем, я приполз оттуда, ну вот без руки, например, да, вот я приполз, да, и я столкнулся с таким отношением к себе, что если у меня кто-то спросит, идти или не идти, то мой ответ будет однозначный, не идти, именно поэтому, из-за вот этого, и у тебя на одной стороне, у тебя риск и смерть, а на другой, что твой подвиг оценят только твои друзья и твои близкие, с другой стороны, вроде как государство не должно ничего оценивать, это сервисная организация, что мы никак не можем понять, но именно она и должна гарантировать человеку сервис, сервис, и причем для человека раненого, или в любом случае вернув, а любой человек, вернувшийся с войны, он ранен или в тело, или в душу, да, такой человек, для него сервис должен быть особый, особый, и это отдельно, это что надо обсуждать, но для этого нам нужна общественная дискуссия, свобода слова, понимаешь, вот это нам надо прежде всего, я только хотела сказать, что кроме государства же еще и сообщество, вот как бы сделать так, чтобы оно взрослело быстрее, чтобы оно быстрее понимало свою ответственность, быстрее понимало, что жизнь, это то, что за окном, а не то, что в фейсбуке, просто, ну, пошли бы и посмотрели бы, да, какая она, ну, вот эти люди, которые там, ненависть вообще, торгуют ею, да, и размножают, они же этим занимаются не из окопов, не из фронта, они занимаются из полки комфортных кабинетов и так далее. Не доценты. Короче, смотри, тоже ситуация в чем, мы оказались, мы просто перестали смотреть на ситуацию со стороны, мы не понимаем безумие все ситуации. Смотри, сервисная организация, то есть управдом, дает жильцам разрешение вести им общественную дискуссию или не вести. Это как? Ну, подождите, ну, ребят, неужели вы не понимаете, что это маразм? Ну, как такое может быть? Подождите. Избранные нами чиновники говорят, общественная дискуссия, ну, например, на телевидении, не на часик. У нас будет единственный источник новостей, все. Кто это решает? Кто? Неужели вы не видите противоречия? Сервисная организация. Мы, это же абсолютно рабская психология. Наша, с вами, люди, вы уже этого не понимаете? Что учиться, что если есть вопрос, который волнует общество, то прорвет этот нарыв только тогда, когда ему будет выход. Для этого люди должны разговаривать, а сервисная организация должна следить за тем, чтобы этот разговор был в равных условиях, без мордобоя, без оскорблений, понятно, с критикой исключительно конструктивной. Вот это задача сервисной организации. Организовать правильную общественную дискуссию, чтобы у нее были правила. Поэтому у нас есть специальная территория, называемая социальными сетями, где никаких правил нет, где люди иногда такое себе позволяют, что аж у сервисной организации дубы встают, волосы встают дыбом, и они тогда что-то там говорят. Хотя по большей части они в это не вмешиваются, потому что им это классно. Пока мы воюем друг с другом, можно управлять ресурсами. И так далее. Так вот я не очень понимаю, как мы с тобой будем влиять. Ты затраиваешь тему ребят, которые возвращаются в фронт? Так, ребят, ну а как эта тема решается? А как она решаться может? Это деньги, это ресурсы, это люди, которые будут им помогать. Это система гарантий для тех, кто возвращается, всего остального. И точно так же, если есть люди на оккупированных территориях, почему они не идут сюда? Даже если возможность пока есть. Потому что они искренне не понимают, что они будут тут делать. Кто им поможет, трудоустройство, все остальное. У них есть сомнения. А вопросы задать кому? Некому особо. Пока. Нужно, надо обсуждать любую проблему. у тебя болит что-то, скажи доктору. Но если ты будешь молчать, то эта болезнь переварит тебя изнутри. И мы все с разрывающимися сердцами потихонечку уходим в психозы, в истерики, в суициды, во все это. И мы поменяем отношение к тому, какую мы хотим построить, строительство государственное. Мы незалежно Украине. Это, я еще раз хочу, чтобы мы все разы навсегда поняли, что мы должны разделять страну, людей и государственный аппарат. У нас перевернутая пирамида. Государственный аппарат не организует нашу жизнь по нашим заявкам, а рассказывает нам, как нам надо жить. Все наоборот. И вы не хотите это понять и принять. И смотрите им в рот и ходите перед ними на цыпочках. Все через жопу, ребята, все наоборот. Это, понимаете, это ситуация, когда вы берете врача и рассказываете врачу, какой ставить диагноз и как вас лечить. Ну вот примерно вот такое. Чуть классно. Спасибо, Евгений Олегович. Вот на этой замечательной ноте, ну в принципе, зачем нужны разговоры, зачем нужны общественные дискуссии? Информация к размышлению, хотя бы думать надо головой. Информация к размышлению, да. Мы вам ее и даем. Думаем вместе. Мы же все равно ничего не создадим и не построим, если мы не будем понимать большую группу людей, о какую страну мы хотим. Общественный договор, то что называется. Все. А его не достичь, без дискуссии. Спасибо большое. Обнимаю. Держитесь. На здоровье. Тримаемость, таит наемость. Все будет добр. До встречи. До встречи. Слава Украине. Героям слава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова